Добрый вечер, 17 часов. В украинской столице мы продолжаем информационный день выпуском новостей на UATV. В студии работает Артём Пивик. Продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовится рассмотреть Верховная Рада на заседании завтра. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. На месте сейчас работает наш корреспондент Артём Голуб. Артём, на какой срок собираются продлить этот закон? Александр Корниенко заявил о том, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области продлят до 31 декабря 2020 года. На данный момент этот закон работает до 31 декабря этого года. Ранее Владимир Зеленский, президент Украины в Париже после нормандской встречи, заявлял, что необходимо продлить еще на какое-то время этот закон для того, чтобы разработать новый закон, который будет касаться самоуправления на Донбассе. Потому что для того, чтобы после 31 декабря истечет его срок и придется разрабатывать новый закон. А это займет достаточно таки много времени. Пока что сохранение этого закона, его продление, это лишь такая формальность. Сейчас продление обсуждают в комитетах по словам Корниенко. Уже завтра в парламенте будут его рассматривать и, возможно, его завтра уже прямо и продлят. Давайте послушаем, что Корниенко сам сказал по поводу этого закона. Очевидно, что когда будет готов новый текст и новый закон и будет согласован со всеми сторонами. И в нем будет написано, что этот закон прекращает действие. Когда это может быть технически и организационно, это может быть и через полгода. Поэтому я думаю, что за год мы справимся. Закон о самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской области был принят в сентябре 2014 года. И по нему было предписано, что в декабре еще того же года проведут совместные выборы. Однако по ряду причин это не состоялось и фактически закон не работал. Сам Владимир Зеленский заявил, что этот закон является такой формальностью. Этот год следующий даст возможность разработать новый законопроект. Также он заявил, что Корниенко заявил, что в новом законопроекте не будет пока что предусмотрено никаких изменений в Конституцию и не будет пока что еще прописано постоянного какого-либо особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пока что этот закон еще будет рассматриваться и нарабатываться в связь в следующий год. На этом у меня все. Студия. Спасибо за объяснение. Артем Голуб. По планах депутатов рассмотреть законопроект об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 77 украинцев могут вернуться домой в рамках обмена между Украиной и Россией уже на первом этапе. Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада по правам человека Валерия Лудковская. Она представляет Украину в трехсторонней контактной группе. По ее словам, этот вопрос обсудят в Минске 18 декабря. Об омене удерживаемыми лицами до конца года договорились в Париже лидеры нормандского формата накануне. ОБСЕ приветствуют согласованные шаги на нормандской встрече. Глава организации Мирослав Лайчик подчеркнул, если договоренности будут реализованы, это станет огромным вкладом в урегулирование ситуации на востоке Украины. Санкционную политику против аннексированного Крыма обсудили Украина и Евросоюз. Говорили о последствиях ограничительных мер и нарушениях прав человека на оккупированном полуострове. В сообщении пресс-службы ЕС говорится, Евросоюз не признает и не признает незаконную аннексию Крыма России. Ожидается, что на саммите в Брюсселе 12 декабря европейские лидеры продлят экономические санкции против России еще на полгода. Не вмешиваться в американские выборы и урегулировать конфликт с Украиной призвал министра иностранных дел России президент США Дональд Трамп. В ходе визита в Соединенные Штаты Сергей Лавров также провел переговоры с госсекретарем. Майк Помпео предостерег его от вмешательства во внутренние дела Штатов. Кроме того, напомнил, что Крым принадлежит Украине. Я горжусь тем, что сделала администрация Зеленского в защиту суверенитета и безопасности своей страны. Я повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что разрешение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения взятых на себя обязательств по Минским соглашениям. Это была ошибка. Сюжет на российском телевидении о том, что якобы украинский истребитель сбил Боинг и Мэйч-17, назвали просто ошибкой. Гендиректор пропагандистского Первого канала Константин М. заявил, цитирую, «Все мы люди, мы ошиблись, с кем не бывает». При этом он отказался признавать официальный отчет Международной следственной группы, согласно которому самолет сбили из установки БУК, которую завезли в Украину из России. Боинг-777 малазийских авиалиний сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту было 298 человек. Все погибли. Самые крупные военные учения за последние три десятилетия проведут в Европе Соединенные Штаты. Старт запланирован на весну 2020-го. В маневрах задействуют 20 тысяч американских солдат, которые присоединятся к своим сослуживцам на базах США в Европе. С ними вместе будут участвовать и военные, и стран-союзников НАТО. Всего это около 40 тысяч человек. Как сообщает Reuters, цель учений не допустить повторения российского сценария аннексии Крыма. Фигуранты дела Хизбут Тахрир, Зеври Апсиитов и Рустам Абельтаров нуждаются в неотложной медицинской помощи. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, у Апсиитова гипертония, которая может вызвать инсульт, а Абельтаров ранее перенес микроинфаркт. Несмотря на это, медперсонал колонии в Ставропольском крае, где незаконно удерживают крымчан, бездействуют. Крымских татар безосновательно осудили на более восьми лет колонии строгого режима за якобы участие в запрещенной на территории РФ религиозной организации Хизбут Тахрир. Освобожденные политузники Кремля приехали в Латвию на реабилитацию. В Ригу прилетели Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Корпюк, Станислав Клых, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сазанович и Роман Сущенко. В аэропорту их встречали послы и представители украинской общины. Курс реабилитации освобожденные украинцы будут проходить до 21 декабря. Увеличить прожиточный минимум предложил Кабинет министров Украины. Принятие законопроекта позволит, наконец, начать настоящую борьбу с бедностью в Украине, считает премьер-министр Алексей Гончарук, отметив, раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Система работает сейчас следующим образом. Если поднимать прожиточный минимум, к примеру, на 200 гривен, то автоматически вырастет зарплата, к примеру, судей Верховного суда на 5 тысяч. То есть здесь не идет речь о защите малообеспеченных, и мы не можем так работать. Еще одно тело опознали в Одессе, где в результате пожара погибло 12 человек. Это 48-летняя Наталья Третьякова. Она работала заведующей отделением права в колледже. Ее опознали родственники. Сегодня суд отправил директора колледжа под домашний арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Пожар в историческом здании Одессы вспыхнул утром 4 декабря. Загорелась на третьем этаже. Огонь быстро распространился по всему зданию. Полиция рассматривает уже три версии возгорания в колледже. Это неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Транспортный хаос в Париже. Длина пробок достигает 500 километров. Французская столица практически парализована из-за забастовки профсоюзов против пенсионной реформы. В городе работают лишь несколько линий метро и только три автобусных маршрута. Протесты во Франции продолжаются с 5 декабря. Причина – планы властей урезать льготы при выходе на пенсию. Реформа коснется в частности машинистов, контролеров, почтальонов, водителей автобусов. Льготы планируют сохранить только тем, чья работа связана с повышенным риском – полицейским, военным и пожарным. Добраться на работу – настоящее испытание. Это очень утомляет. Мы можем понять страйк. Но в Париже, когда общественный транспорт не функционирует, это парализует весь город. Уже которое утро ничего не меняется. Я прихожу сюда, жду, но поезд приезжает уже полностью забитый. Как банка с сардинами. Мне приходится возвращаться домой. Пожар на химзаводе в Испании. Огонь вспыхнул рано утром неподалеку от Барселоны. Пламя охватило все помещение. На место прибыли 28 пожарных бригад. Однако огонь не потушили. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Информации о пострадавших нет. Все предприятия из школы в районе пожара эвакуировали. Власти рекомендовали местным жителям не покидать дома и не открывать окна, поскольку возможен выброс токсичных веществ. Человеком года по версии журнала Time стала Гретта Тунберг. 16-летняя экоактивистка из Швеции стала известной год назад. Каждую пятницу вместо уроков она приходила к зданию шведского парламента, требуя власти уменьшить загрязнение климата. Ее примеру последовали школьники по всему миру, которые каждую пятницу выходили на климатические протесты. Грета выступала в ООН и уже получила альтернативную Нобелевскую премию. Журнал Time отметил, что 2019-й стал годом, когда климатический кризис вышел из-за кулис, оказался в центре внимания. И никто не сделал для этого больше, чем Гретта Тунберг. Больше новостей ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Заходите. Увидимся в 19 часов по Киеву тогда. Следующий выпуск новостей на русском. Все самое важное на UATV. Не переключайте.